В данном случае собственником, земленопользователем основным является ЗАД УГРП «Здравница». По земле. Договор на пользованную землю между ЗАД УГРП «Здравница» и местным советом города Славянска. У нас на эту землю, именно на эту землю, есть скопировка и есть согласование с УГРП «Здравницей» о том, что они нам эту землю выделили из этого списка. И это все документы, вы думаете, что бы мы выносили эти документы на сессию городского совета? Это земля за Славянским городским советом. Если есть разрешение ЗАД УГРП «Здравницей»? Конечно, есть у нас. Возможно, я не совсем, если не освободил вам. Я вам говорю, что у нас есть. Если его нет, то разрешение. Когда наши некоторые люди обращались и в Прозвальнице делала копировку земли из того количества аренды, эта земля тоже вошла в это выделение для Советского городского совета. И сегодня эта земля находится в ведении Советского городского совета. Если данные земли, как говорится, отошли тогда из состава ЗАД УГРП «Здравницей», а есть бы копировка, тогда вопросов нет. Просто я имею в виду разрешение ЗАД УГРП «Здравницей» обязательно. У нас когда делали документы, эта земля не была за УГРП «Здравницей». У нас есть для этого все документы, подтверждающие. И в области у нас есть областной, кадастр нам дал. Вот сидит сегодня областной земельный отдел. И у нас все документы, подтверждающие, что именно эта земля находится в ведении Славянского городского совета. Я не против. Я просто за то, что когда будет составляться техническая документация и будет согласование по поводу совместных земель, там будет зарисоваться УГРП «Здравницей». И данные документы в любом случае пойдут в Киев, и там будет вопрос рассматриваться. Я просто заранее говорю, что мы, как дочери предприятия, не будем их согласовать, потому что не имеем ни возможности, ни полномочий. Ну, дело в том, что мы тогда подадим в суд и будем разговаривать по вопросу того договора, который уже недействителен, договор по земле. Согласно законодательству Украины, при первом выделении земли, изменении земельного участка, договор является недействительным. Вы это прекрасно знаете. Вот, пожалуйста, расскажите. В данный момент, я думаю, вопрос... Сегодня нет договора между нами и вами. Он не действительный. Нет-то не у вас земли. И, скажем так, он типа, как и у нас сегодня нет. Но сегодня это вся земля Советского городского совета. Только о вопросе, который здесь обсуждается. В данном случае, я думаю, вопрос о договоре не стоит затрагивать и обсуждать его в другой момент. Но по поводу согласования я просто хочу уточнить. Я же ни в коем случае не говорю, что мы против или мы не согласуем, или мы будем как-то препятствовать. Я просто хочу уточнить, что согласование производит все-таки УКР про здравница непосредственно. Ну, кто-то знает. Сегодня нет договора. Для того, чтобы вы согласовывали, у вас как минимум должен быть хотя бы де юра договор. У нас есть де факто, а де юра его нету, этого договора. УКР про здравницы этого договора нету, потому что как только вы первый раз изменили, выделили землю, надо было заново заключать новый договор. Вы это не сделали. И сегодня... Я почему-то задал вопрос изначально. Если нет договора с про здравницы, я помню, на каком основании надо? КОХ-1, жилой дом, не выделяется земля для жителей. Да, она вошла. КОХ-1, она вошла в УКР про здравницу, тот договор. А этот кусочек не вошел. Вы же говорите, нет договора сейчас. Нет, конечно, нет. Я говорю, что ты, Юра, ты, Юра, этот договор недействительен.